Добрый день! У нас символ медведь, только давайте не будем мешать в это политику, что это знак каких-то партий, эмблем. Я вообще это совершенно не собираюсь рассматривать. Для этого есть свои каналы, свои объяснения, восхваления. Давайте разберём, что такое во сне медведь. Медведь во сне – это символ болезни, даже не врага. Это старинное поверье. Если медведь во сне вас догонит, то ну всё вам. И это правда. Когда человек на границе жизни и смерти, очень часто снится, что медведь, его хватает лапой. Я помню свой сон перед очень таким кризисным периодом, что я висела на канате, а медведь снизу висел тоже и пытался до меня дотянуться лапой, но не дотянулся. И поэтому я записываю это видео. Если бы дотянулся, уже некому было бы записывать его. Причём не имеет значения, это медведь белый или коричневый. Но, как правило, нам во снах приходят буры. Если вы житель севера, вполне возможно, что вам приходит белый медведь. Но значения никакого тут нету. Различия, вернее. Что ещё медведь не такое характерное? Если вы медведя, я это разбирала в игрушках, если вы медведя игрушку сажаете, он будет охранять ваш дом. Но если вы хотите его сдавать, он никогда вам не пустит арендатора. Это охрана очень хорошая. Но я уже рассказывала, игрушек есть своё свойство. И символы игрушки можете посмотреть. Это охранник. Очень хороший, он никого не пускает. Но вполне возможно, что и вы будете реже бывать дома. Как вы ладите со своим медведем, вы смотрите, покупать их кучу не надо. Вполне достаточно одного мишки. Я говорю о игрушках для взрослых. Что ваш ребёнок играет, у них своя полоса в детстве, для своей защиты. Детям нужны игрушки, наоборот, даже детёнышам и животных. И взрослым животным нужны игрушки. Я говорю, для нас, взрослых. Вот медведь это охранник. Вполне возможно, он и ребёнка защищает. Если вы хотите такую сигнализацию дополнительную на вашу дачу, на вашу машину, это игрушка медведя. Есть такая программа защитная для компьютера панды, бесплатная, антивирусная. Ну, неплохая. Неплохая. Но сам фактор, что медведь это символ защиты. Кстати, это говорили программисты, что неплохая многие и устанавливали. Это панда. Так что, вот такими символами обладает медведь. Носить его эмблемой на себе не советую. Ну, если у вас там неполитические какие-то соображения. Я уже сказала, это мы не трогаем. Эмблемой на себе и заставкой на телефоне, он вообще не годится. Если брать характер медведя вживую, то он считается самым опасным животным. Многие говорят, потому что он непредсказуем. Если тигр, лев вас предупреждает, ну, слон самый опасный, потому что он большой, когда он впадает в ярость. Но это все-таки редко. А вот медведь очень переменчив. Он с вами может играть, а потом у него поменяется настроение, атаковать. И дрессировщики, и служители зоопарка всегда считают медведя самым опасным животным. Что он в любой момент может поменять мнение и атаковать. Также и в цирке. В цирке держат медведя до, по-моему, года и одного месяца. Два года это уже перебор. Их стараются сдать в зоопарк. Потому что они становятся опасными. Так же, как и обезьяны взрослые, эти шимпанзе все не... тоже очень меняются. Вот медведь обладает чем-то похожим. У него очень переменчивое настроение. Поэтому носить на себе символом, кружки приобретать с медведем, я не советую. А вот если вы хотите себе такой охранник в квартиру, чтобы не взяли ваши вещи, медведь очень подходит. Именно игрушка. Но вполне возможно, что он нарисованный тоже медведи. И еще он обладает такой энергией рассорки. Вот эта картина Шишкина. Три медведя вышитая. Ну и разные, в общем-то, картины. Если вам ее дарят, вы берете этого человека, вполне возможно, или вы видите его, вы с ним разойдетесь. Медведь, но я не могу сказать, что он всегда работает. Я уже сказала, это разрабатывает при длительном общении, потому что медведь, он такой есть переменчивый. То ласковый, то нападает. Но в снах он всегда нехорош. Бегите во сне от медведя. Если вы бежите, выздоровеете и спасете от опасности. Но не убежали, тут все. Так что бегите. Как правило, это все-таки именно он является не как окончательная смерть, а предупреждение. Это тоже некий шанс, чтобы вы могли спастись, убежать. У нас есть какой-то выбор. Потому что есть сны, где никакого выбора нет. Это реально. Такие сны. Человеку снятся перед трагедией, перед смертью. И сделать-то ничего не может. Вообще там. Вот с медведями сделать можно. Это дается шанс. Из какой-то кризисной ситуации. Но это болезнь. В основном человеку выкарабкаться. Так что защищайтесь. Увидеть медведя в клетке, значит, надолго обезопасить себя от болезни и от врагов. Это очень хороший сон. Но именно это сон. Неважно, вы видите его в зоопарке, вы везут мимо вас, значит, вы избежите тяжелой болезни. Роковой. И что такое увидеть его наяву? Тут совершенно другое значение, чем во сне. Вообще увидеть дикое животное наяву это очень хороший знак. Какой-то редкой и большой удачи. Но медведь еще очень опасное животное и нападает на человека. Это не лиса и не волк. В этом плане. Стая волков гораздо менее опасна, чем медведи или кабаны. Это еще говорит, что у вас в жизни полоса, риск для жизни. Особенно, если вы медведя увидите в досягаемости. Одно дело, вы его увидели с машины, и это совершенно безопасно. Значит, это просто знак очень какой-то большой и редкой удачи. Особенно, если вы видите его. Вы едете не туда, где он точно есть. Вы не знаете этого. Вот вам случайно встречается дикое животное. Это очень сильная удача. Чем это животное мощнее и сильнее, тем лучше удача. Тема, она сильнее и придет резче. Но если вы в зоне опасности, то есть медведь может до вас добраться, то будьте осторожны. В вашей жизни сейчас опасная полоса. Именно опасная полоса. Вам надо быть очень осторожны два года от этого случая. В очень редких случаях три. И совсем, скажем так, один из десяти случаев это три года, и один из десяти четыре. Но восемь из десяти это два года. это какой-то риск для... есть для жизни. Два года вам нужно соблюдать очень крайнюю в этом осторожность не рисковать. То есть зимой не ехать по трассе далеко в одиночку, где вам не могут оказать помощь. И такие случаи исключайте. Два года есть риск. Причем первый раз это предупреждение. Будьте осторожны. То есть ходите в лес по кромке два года. Через два года делайте, что хотите. если вы не получаете больше предупреждающих сигналов после двух лет, значит, все прошло. Вот это тоже... Это относится к такой группе риска все-таки. Это как и кабаны, я считаю. Потому что кабаны тоже нападают. Вот имейте в виду. И смотрите на деревья, которые шатаются, потому что они рушатся внезапно. Это тонкое место, но длится два года. Это неплохо бы поставить для себя заказать молитву за сохранность здоровья минимум в трех церквях, а лучше в семи. Это самое лучшее. Или пожертвовать в храм. К распятию. Ну и каждый жертвует в храм своей верой именно Богу. Не на храм, а именно сказать, что это Богу. Вот после этого. Очень хорошо. Ну вот на этом я попрощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok